События в современном мире развиваются с такой скоростью что иногда их освещение на следующий день как-то уже не актуально в том смысле что случилось за сутки столько много важных вещей что они могут где-то перечеркивать а где-то даже менять то что было вчера я говорю о том что вчера ради хабиров достаточно жизнерадостно себя вел на оперативном совещании чего-то там шумел и топал ножками насчет озеленения при этом он не знала о том что буквально через несколько часов случится достаточно значимое событие и возможно она отразится на его судьбе я говорю о задержании владислава суркова в москве а хабиров ближайший человек суркова как известно в наших иерархических системах в политическом обществе принадлежность какому-то клану может играть роковой роковой роль и быть абсолютно неисправимы для человека который принадлежит к этому клану но тем не менее вчера утром хабиров был бодрый весел начал он оперативное совещание с поздравлений с днем рождения он поздравил рустама ахмадинурова поискал его глазами в зале привычно пытаясь найти не нашел утешил себя тем что возможно рустам маратович где-нибудь там на видеосвязи хотя никакого обратного отклика он не получил хабиров мучительно припоминал чем же знаменитый важен ахмадинуров для республики вспомнил только волонтерство мне в этот момент стало обидно но как будто бы ахмадинуров в школе например макулатуру не собирал также предваряя оперативное совещание хабиров похвастался тем что он ловко купил очередной вертолет речь идет о вертолете камов 32а11 в с специальный вертолет для сил мчс который минувшую пятницу был передан подразделение министерства чрезвычайных ситуаций по республике башкортостан хабиров не стал говорить что в этот раз вертолет обошелся нашему бюджету в миллиард рублей и эта цена по оценкам экспертов на 30 40 процентов превышает рыночную ну вот есть такая у человека мания вот такое пристрастие покупать вертолеты это уже второй вертолет который покупает хабиров на бюджетные деньги на первом летает он сам 2 он передал мчс ну в общем дорогая игрушка не только дорогая по стоимости но и дорогая по содержанию общем теперь на не будут носиться большие честные начальники из высоты смотреть как же там чего тушится горит и затапливается все еще сохраняя привычную конструкцию оперативного совещания первый вопрос был о ситуации с к вид 19 и на этот раз докладывала почему-то заместитель министра здравоохранения еникеева динара раисовна она сообщила нам о том что 281 1401 человек инфицированы были в общей сложности за все эти два с лишним года в республике к вид 19 из них 5562 человека умерли суточный прирост сохраняется на уровне 449 человек в сутки коек также 790 на стационарном лечении только 114 человек в общей сложности 2 миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи человек у нас вакцинированного республики и динара раисовна не упомянула о том как коррелируется количество смертей от к вид 19 с количеством смертей во время военной спецоперации на украине но мы знаем что практически ежедневно в башкирию приходят похоронки или гробы вот в последние дни смертность от к вид 19 составляла от 2 до 4 человек в сутки она действительно очень снизилась а вот смертность от военная специальной военной операции извините никак не могу выучить эту формулировку она по моему подрастает вторым вопросом оперативного совещания стала глубинная аналитика мадам прочековской причем передавая ей слова хабиров сформулировал задачу предельно эгоистично дословно это звучало так что там в соцсетях в мой адрес конец цитаты прочековская сообщила что в адрес хабирова в соцсетях все стабильно на первом месте вопросы дорог ну вот как-то ей так кажется на втором благоустройство потом жкх и на четвертом месте дольщики прочековская сфокусировала внимание главы республики на затопленном дворе в уфе по улице рабкоров 22 и также двор затопило в нефтекамске снег не чистили вот как говорится и затопило ну прям грандиозно глобально мыслит мадам прочековская ни слова она не сказала про улицу комсомольскую улицу ибрагимова ну мне складывается ощущение что мадам прочековская очевидным образом прикрывает господина латыпова не упоминая в открытом пространстве это о том что на ибрагимова и на комсомольской на крупнейших артериях уфы творится адский ад ну вот проект не говорить зато про какой-то двор на рабкоров 22 где детскую площадку затопило она прямо в деталях в подробностях хабиров жалобно прокомментировал что если люди все еще обращаются значит есть вера и вот это жалобное размышление но конечно подтверждают что даже хабиров наконец-то начинает сомневаться и ощущать что прочековская построила не статистическую систему не систему взаимодействия между общественным мнением и главой республики башкортостан и властью в республике а систему некой как бы заказной критики и отсечение критики в адрес главы республики вообще какой-либо иной то есть на заказ до прочековская будет там или замалчивать или наоборот гипертрофировать какие-то особые аспекты вот прошлый раз на там на булышева накинулась и либо она будет прикрывать латыпова вот который там строить нам комсомольскую ибрагимова и вот видите как строит то есть это на самом деле вопиющая история которая не могла не отразиться в статистике обращений граждан но прочековской этих обращений нет ни ибрагимова ни комсомольской очерчивая ситуацию с жкх на дорогах и чс алан марзаев сообщил что количество критических отключений в республике башкортостан последнюю неделю было очень небольшим всего одно отключение свыше восьми часов а также марзаев сфокусировал внимание главы на том что 515 квартир отключены от сетевого газа в баймаке есть какая-то системная проблема с вентиляционными каналами в этом газоснабжение и газпром или его дочка которая занимается обслуживанием контролем и подачи газа квартиры в общем вот эта структура газпрома сейчас нещадно отключает целыми кварталами дома от газа хабиров как известно стоит на стороне газпрома и наезжает на местные власти в общем кое-где люди остаются без газа но надеюсь ненадолго в данном случае марзаев сказал что до 15 апреля все подключат в ходе этого доклада радмир мавлиев добавил от себя что уже начнет наносить разметку на дороге буквально завтра честно говоря немножко ошеломился от этого заявления потому что мы давненько разметки не видели на дорогах вот радмир мавлиев нам разметку наносит в общем вообще мавлиев нам на этой неделе преподнес и преподнесет несколько интересных сюрпризов как бы выходят из тени хабиров выслушал обоих и сообщил что не нужно ждать 1 мая до этого он повелел там к 1 мая все вылезать оказывается не нужно ничего ждать и нужно убирать грязь уже прямо сейчас и хабиров посоветовал коммунальщикам выводить людей почаще но вот это новая мода на субботники на бесплатную рабочую силу на то чтобы высококвалифицированные специалисты махали метелками и лопатами она все больше и больше захватывает умы и сознания руководства республики содокладчик министр транспорта и дорожного строительства господин булышев сообщил нам что неуклонно снижается количество дтп в них погибающих и раненых это не может не радовать всего четыре человека погибли за истекшую неделю в 35 дтп валово всего за этот год погибло 67 человек что на 23 человека меньше чем в прошлом году это существенное снижение по поводу ямочного ремонта господин булышев выдал вообще совершенно фантастические цифры он сообщил нам что он выявил 28 тысяч 900 ям из которых устранил уже 15400 то есть 53 процента дорог республики уже отремонтированы но и у меня прямой вопрос к вам дорогие телезрителя вы подвесками своих автомобилей уже ощутили что на 53 процента у нас отремонтированы дороги если нет то поторопитесь потому что буквально через 3-4 недели господин булышев заявит что все 100 процентов дорог отремонтированы и как говорится я делал не знаю а все остальное вы врете собственно не только я усомнился в правдивости заявление господина булышева сам хабиров тоже выслушав его доклад усомнился вот в этих 53 процентах и дал команду неким инспектором выехать на место ездить по дорогам и проверять слова булышева насколько же правда то что 53 процента дорог отремонтированы уже и приведены в должное состояние четвертым вопросом оперативного совещания был вопрос следующий об итогах работы фонда развития промышленности республики башкортостан директор нко фонд развития промышленности республики башкортостан анвер каримов доложил обо своих успехах если честно то я уже как и многие наверное из наших зрителей и вообще жители республики давно и основательно запутались в этих сущностях в этих мест бесчисленных институтах развития фондов корпорациях ассоциациях министерствах комитетах все они поддерживают бизнес промышленность развивают спонсируют субсидируют вот честно складывается ощущение что вот это огромное количество институтов и организаций создана только для того чтобы раздробить на какие-то части похищенная и чтобы это не бросалось в глаза вот общая сумма до этих деяний потому что все они по сути занимаются одним и тем же по сути по содержанию по суммам и так далее да участвует в различных но одних и тех же проектах в целом преследует одну и ту же благую цель ну по крайней мере на бумаге но их так много вот эти ассоциации фонды корпорации министерства комитеты институты и так далее так далее ну вот вам очередной значит фонд развития промышленности рб чем он собственно занимается господин каримов рассказал нам что это проектная поддержка 23 программы инвестиции 10,6 миллиарда рублей из федерального бюджета в основном они поддерживают химическую промышленности машиностроения всего у них в работе находится 46 проектов и создадут они по крайней мере как обычно в своих планах аж 1200 рабочих мест вот кто-нибудь вообще считал реальную эффективность этих фондов институтов комитетов ассоциации корпораций и прочее прочее кто-нибудь посчитал стоимость количество бюджетных денег затраченных на создание например одного рабочего места но с учетом содержания всех вот этих черных джипов замечательных офисов всех вот этих организаций длинноногих секретарш и очень высоких зарплат руководства вот все это вместе если поделить на то количество рабочих мест или воспроизведенных рублей бизнесом или промышленностью вот тогда можно было бы оценивать эффективность но повторюсь к количество этих сущностей конечно превышает всякие мыслимые немыслимые пределы и мы реально в этом всем путаемся комментируя доклад анвера каримова хабиров конечно оговорился по фрейду он заявил что ваш фонд наш надежный партнер конец цитаты ну кто бы сомневался ради фаритович что все ваши вот эти фонды фондики ассоциации институты корпорации и прочие комитеты являются вашими надежными партнерами но какое отношение это имеет к нам кроме того что деньги которые которыми пользуются и оперируют вот эти все вот институты развития вот деньги как раз наши а все остальное ради фаритович ваша пятым вопросом оперативного совещания был вопрос о реализации проектов победителей конкурса по созданию комфортной среды в малых городах республики почему-то этот доклад делал господин морзаев хотя по большому счету конечно тут нужно было заслушивать цараполову которую как-то очень уж поспешно отправили в опалу за ее нелицеприятные высказывания о башкирской медицине на самом деле вся вот эта история с конкурсами малыми городами и парками в этих малых городах была затея госпожи сараполовой и и вот этого фейкового института по благоустройству и расстановке скамеек все деньги финансировались по крайней мере де-факто мадам сараполовой и в конечном итоге конечно ей бы отчитываться за все это но пришлось отдуваться за все марзаеву марзаев сообщил нам что республика башкортостан занимает второе место в российской федерации по реализации вот этих конкурсных проектов что у нас всего 8 проектов малых городах финансирование очень любопытно я самым таким тщательным образом про анализировал то финансирование которое выделено на этот проект и каким образом она реализовывается так вот 520 миллионов выделили федеральные власти 194 миллиона выделили региональные власти всего 714 миллионов рублей бюджетных денег общий же бюджет этого всего проекта 8 проектов составляет 1 миллиард и 10 миллионов рублей это было на старте и вот что теперь происходит марзаев нам сообщает о том что ряд организаций отказался софинансировать этот вот этот весь бред который придумала сараполова вообще суть суть этого проекта заключается в том что в восьми маленьких городах это баймак белорецк благовещенск давлеканова сибаев училы село воскресенское зилаир вот в этих населенных пунктах создаются некие общественные территории парки скверы там или благоустройство каких-то районов и в общем вот все это должно как бы там чем-то привлечь жителей людей вот на все это уходит тот самый миллиард но миллиарда уже нет и миллиарда уже не хватает материалы услуги подорожали софинансирование отпала а мадам сараполова прозорливым образом истратила все федеральные деньги которые выделялись напомню 520 было федеральных миллионов так вот она их поспешила все освоить и осталось осваивать там региональный бюджет и обещанные внебюджетные деньги так вот внебюджетные деньги отпали а материалы подорожали а работы подорожали что теперь делать в общем марзаев тщательным образом изложил нам сколько еще денег нужно бахнуть вот в эту бредовую идею очень любопытно звучат и название этих проектов у меня сложилось впечатление что название проектом придумывал не приходящие в сознание мурзагулов как который все еще тогда работал когда этот проект запускался так вот по списку город баймак ветер перемен требуется еще 83 миллиона для парка белорецк шаг за горизонт надо еще 12 миллионов очень скромно благовещенск возвращение к истокам 15 миллионов надо добавить до влеканово сквозь время и вот в этой сквозь и время нужно добавить 20 миллионов рублей 110 миллионов рублей не хватает для достраивания парка терра за уралия в сибае кстати говоря это самый крупный под проект и стоимость сибайского вот этого проекта это 270 миллионов рублей учил и путь к мечте требуется еще 34 миллиона село воскресенское воскресенский завод 24 миллиона не хватает зила ир преображение зила ира еще нужно 17 миллионов рублей то есть еще к проекту нужно добавить почти 30 процентов а именно 315 миллионов рублей вот ничего себе аппетиты у мадам сарапуловой то есть она прозорливо освоила федеральные денежки а сейчас говорит нет дороже нет дороже нет дороже до какого момента она будет это говорить совершенно непонятно вообще игра цифрами здесь любопытно если 315 миллионов это сумма недостающая сейчас марзаева то из них 295 это судя по всему выпавшие проектные деньги которые должны были быть выделены небюджетными источниками то есть по сути реальное удорожение материалов и работы это всего 20 миллионов рублей но мадам сарапова желают получить 315 и ни копейки меньше так что вы будьте добры хабиров выслушал всю эту путанную историю понял что нифига там не достраивается многие объекты не построены еще и наполовину а к первому сентября все они должны быть готовы значит и хабиров начал раздавать плюхи но первым делом искал нужно деньги посмотреть и работы завершить любимые хабировские загадочные фразы деньги посмотреть работу завершить за посмотреть как бы никто деньги никто работы завершать не будет дальше хабиров сфокусировался на баймаке и стал шуметь цитирую я столько сделал чтобы баймак победил но как безобразно руководству баймак отработала шлют мне эти безобразные фотографии алан викторович выезжайте туда не дадим ухайдокать проект на следующей неделе туда поеду сам перья полетят конец цитаты но не я один уже обращаю внимание на то что хабиров по моему помешался на вот этой теме благоустройства и создание парковых зон когда-то давным давно где-то в подмосковье видимо его укусил воробьев который тоже исповедует эту религию парков и зон отдыха но ведь башкирия не подмосковье если подмосковье тратит миллиарды рублей на эти парки пытаясь отвлечь население от насущных проблем веселенькими картинками за окном то башкирия на в данном случае тратит последние на эти парки а вот это немножко другое потому что богатая и жирная подмосковье можете позволить эти миллиарды на парке а башкортостан ну миллиард на вертолет миллиард на парке да еще 300 миллионов добавьте еще то да все и вот мы в итоге сидим без социальных проектов без социальных программ без пособий без помощи сиротам сироты без квартир дольщики без квартир но зато ради фаритов весь на вертолете и летает и смотрит внизу на красивые парки которые строятся ударными темпами и и и Редактор субтитров А.Семкин